В то время, когда Грушинский фестиваль был еще Грушинским фестивалем, когда нас туда еще приглашали, теперь не приглашают, помнят, как в том анекдоте. Не позвали. Не позвали, помнят. Так вот, мы иногда имели честь быть приглашенными на зимний Грушинский фестиваль. А поскольку бывали часто в городе Самаре, в общем, с 87-го года практически каждый год и не по одному разу, то наши друзья всегда старались нам сделать какой-нибудь сюрприз. Их было масса за это время. И в шторм на яхте катали, и с акваланговым, значит, так сказать, Волгу запускали. Но это не зимой все было, понятно. А тогда, в ту самую зиму, нам предложили полетать на самолете. И, в общем, назад пути не было. Как бы так неудобно сказать, что да ладно, там, перестаньте. Мы сказали, да, ну на самолете, конечно, на самолете, что нет-то. И вот нас отвезли на берег Волги. Вот там, значит, соответственно, такая импровизированная взлетно-посадочная полоса по льду. Вот стоит такой гидросамолет, переделанный на зимний вариант. Вот. Инструктор, конечно. Потому что, ну что ж там. И вот у нас, наверное, Сашка, у каждого было минут 15 этого полета. Вот я отлично помню свои ощущения. Самолет двухместный просто. Да. Самолет двухместный. Инструкторы кто-то из нас. Вот. И, ну если бы мы полетели бы вместе, мы сейчас не разговаривали. Это точно. А вот мы бы не взлетели. Да. Ну мы бы разогнались бы так, что тоже бы не разговаривали. Но погоняли бы по льду, да и все. Да. Там дальше склон был, в общем, да, все равно. Так вот, суть в том, что когда вот мы взлетели с инструктором, то есть мы взлетели, я и трактор, да. Когда мы, значит, с инструктором взлетели, вот, и уже так пошли над Волгой, внизу такие людишки такие какие-то там на лыжах катаются. Вот, все так красиво. И с инструктором накнулся надо мной и на ухо мне так говорит тихо. Он говорит, резких движений, говорит, не совершай, я управление переключил на тебя. Я, значит, тут ручку-то хвать, значит, который там не штурвал, значит, а вот, значит, ручка или там рука, эти управления, те, кто там знают, могут сказать, как это правильно называется. У меня все из головы вылетело сразу, абсолютно. Я так вот чуть-чуть в одну сторону, там, совсем-совсем, самолет так раз, я в другую так тоже. Я так сижу и говорю себе, это симулятор. Это симулятор, говорю я. И вот все время, пока он управление на себя не переключил, я все время себе это и говорил, что это симулятор, вот, потому что, в общем, так было не по себе. Восторг был просто необычайный, когда самолет приземлился, не от того, что он приземлился, нет, от того, что вот было вот это вот, счастье вот этого полета, абсолютно, совершенно не похоже было, так сказать, на там, большом этой железной дурец, которая летает там вообще как в автобусе. Ну, села, она улетела и прилетела, фу-фу-фу-фу, вот. Но, а там совсем, как бы, другая абсолютная история, вот, мы были безумно, так сказать, там, счастливы. И прошло чуть больше года, и мы узнали, что самолет этот разбился, и погибли друзья наших друзей, они просто не смогли его посадить. Вот, так, так сложилось. Вот, в общем, еще немного времени, и из программы «Время» мы вдруг узнаем, что погиб наш инструктор. Оказалось, что это был ни много ни мало герой Советского Союза, ведущий летчик-испытатель Самарского авиационного завода. Уже потом, когда мы говорили с нашими ребятами, мы говорим, а как же вот такого вот, такого человека, значит, там, посадили с нами в самолет. Они говорят, а что же мы, кому угодно вас могли что-ли посадить? Значит, мы договорились, так сказать, там, везде есть друзья. То есть, вот, оказывается, так сказать, пилот, который нам небо-то подарило, в общем, был таким очень заслуженным человеком, в общем, так сказать, далеко не самым последним в этой авиационной промышленности, авиационной истории Самары. Люди ушли, к сожалению, самолету больше этого нет. А песня осталась «Аэроплан». Аэроплан сменил на лыжи поплавки, Застрекотал мотор и поднял стрекозу, Седое небо перетянуто внизу, Топографической полоской у реки. Земля и небо бесконечная вражда Встречают рёвок век высоких скоростей, Сжимая время и коверка, Я в масштаб земных забот, Людских страданий и страстей. Ты там внизу, где день за днём февральский лёд, По берегам срезает высохший камыш, А я, касаясь неба кончиками лыж, Скольжу в пространстве, словно гидросамолёт. Он заводелка, он немного неуклюж, Он разобьётся при посадке через год, И будет долго дождь стучаться в двери луж, Их не откроют, он заплачет и уйдёт. Ну а пока немного вверх и по прямой, Инструктор мой не любит глупых виражей, Но я, видать, поднадоел ему уже, И мы ложимся на крыло, пора домой. И покачнётся, уменьшаясь, горизонт, И побежит в другую сторону земля. И приземлившись, я пойму, что это сон, Ты подойдёшь и тихо скажешь, это я. Мы будем рады с суете привычных дней, Где нет ни неба, ни земли, одна вода, Настолько раз несло течением сюда, Где есть воздушные океаны, мы на дне, А где-то рядом пролегает полоса, Ищи-то крылья растворяются во мгле. О, плюса мои свободы небеса, И ты, любимая, привыкшая к земле. О, плюса мои свободы небеса, И ты, любимая. О, плюса мои свободы небеса, И ты, любимая. Спасибо. Спасибо.